Уже на следующей неделе рабочих на этой стройке будет в два раза больше, около 100 человек. Чтобы вовремя сдать в эксплуатацию здание будущего онкодиспансера, подрядчики приняли решение вести работы даже ночью. Слишком много тех, кто ждет открытия именно этой больницы. Для нас это такой вот высокотехнологичный в этой части первый объект. И нам очень важно, задача какая стоит, чтобы наши люди не ездили ни в Москву, ни в соседние регионы, а все необходимые лечения получали у нас. Глава региона побывал на месте масштабной стройки. За темпами работы он следит лично. Строительство важнейшего для города медучреждения один раз уже находилось под угрозой срыва. Возникла проблема с проектной документацией. Сегодня все идет по плану. На объекте уже завершаются земляные работы по подготовке котлованов. Следующим этапом будет фундамент. Начинаем каркасы по первому, пятому, шестому блоку начали. Планируем пятый, шестой до конца этого месяца выполнить. Новый областной онкодиспансер возводит на полях бывшего НИИ Юго-Восток в рамках национального проекта здравоохранения. Инициатором стал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Учреждение будет ориентировано не только на оказание медицинской помощи, но и на раннюю диагностику заболеваний. В общей сложности в онкоцентре развернут 200 коек. Это и дневное пребывание пациентов, и палаты реанимации и интенсивной терапии. Планируется, что поликлинику смогут посещать до 300 человек за смену. Открытие запланировано на 2022 год. А на этом объекте работы плавно идут к завершению. В будущем дворце водных видов спорта, его возводят в рамках нацпроекта «Демография», началась внутренняя отделка. Но сделать нужно еще очень много, и губернатор просит поторопиться. К примеру, сейчас важно вовремя купить оборудование. Чтобы вы потом объект будете стоять, а наполнения нет. Чтобы вот этого не было. Когда все будет готово, бассейн станет самым большим и современным в нашем городе. 8 трамплинов, 10 плавательных дорожек и трибуны на полтысячи зрителей. А еще это будет пятый бассейн в стране, оборудованный для соревнований слабослышащих спортсменов. Пока в России такая система есть только на тех объектах, где тренируется национальная сборная. Жанна Марченко, Александр Кравченко, Саратов, 24.